Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лавзона» на новостном портале «ЛавМД». Сегодня наш гость, примар муниципи Чудерлунга Анатолий Афанасьевич Топал. Анатолий Афанасьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Первый вопрос следующего рода. В прошлом году вы в третий раз возглавили муниципи Чудерлунга. Скажите, пожалуйста, вот как вы ощущаете, почему жители города снова доверились вам? Ну, скорее вопрос, нужно адресовать жителям муниципи Чудерлунга. Но я думаю, что все-таки люди поверили в те дела и проекты, которыми мы в течение 8 лет занимались. Мы старались быть открытыми, старались быть прозрачными. Мы провели такую открытую, обширную передвыборную кампанию, где приходили практически на каждую улицу, на каждый район, в каждую организацию, в каждое учебное заведение, где мы просто говорили про то, чем мы занимались 8 лет, какие у нас планы на будущие 4 года. Мы не занимались пиаром, мы просто говорили о реальных делах, о реальных проектов. И мы понимали, что у людей была большая тревога. Мы говорили о желании, чтобы сохранить мир, чтобы не заниматься политическими всеми и теми моментами, и реально просто заниматься делами нашего города. И мы понимаем, что люди у нас просто поверили. Вы сказали, что у людей была тревога. Относительно чего тревога? Ну, эта тревога и сейчас сохранилась. Мы живем в очень неспокойный период. У нас у соседей идет война. Сегодня сложные отношения между, или отсутствуют между регионально-центральными властями, Гагаузии и Молдовы, соответственно. Это все накладывает на тревогу для населения. Особенно это слово «война». Скоро будет война, скоро будет боевое действие. Они об этом говорят на рынке, об этом говорят в каждой организации. И у людей, конечно, есть большая беспокойность. И в этой ситуации я желаю политикам всех уровней мудрости и стараться меньше об этом говорить, а больше говорить, давать людям информацию положительную, которая дает какую-то надежду на будущее, на то, что у нас не будет войны, у нас будет спокойствие, у нас будет развитие, у нас будет забота о пенсионерах, о малоимущих, о семьях, о нашей молодежи. Я думаю, что вот это то, что нужно на этом этапе политикам всех уровней. Согласна с вами полностью. Если можно, давайте мы напомним нашим зрителям, за два мандата, за 8 лет правления городом Чедерлунга, что удалось сделать? Ну, если говорить по-крупному, то мы решили проблему с уличным освещением. Оно у нас уже автоматизировано, то есть мы можем его через посредством телефона регулировать время, когда включается. Когда отключается, это очень важно. С точки зрения, опять же, экономии средств, мы совершили большой прорыв в плане энергоэффективности. Очень много зданий административных, именно собственности мэрии, были утеплены. Установлены солнечные панели. Мы построили свою солнечную электростанцию, которая будет позволять нам экономить порядка 800 тысяч в год бюджетных денег. Средства будем направлять на поддержку населения. Мы начали капитальный ремонт наших дорог внутренних. Порядка 30 километров было капитально отремонтировано. Мы ремонтируем тротуары. У нас в данный момент работает в городе более 5 социальных программ, которые направлены на поддержку населения. Это более 3 миллиона леев в год в бюджете заказываются на эти цели. Мы большую поддержку оказываем детским садам. У нас мы решили вопрос, связанный с местами детских садов. В детских садах мы покупаем все до, извините, туалетной бумаги. То есть родители полностью сняли с них бремя по поддержке детей в детских садах. Восстановили дом культуры. У нас практически был аварийно закрытый. Открыли собственную муниципальную спортивную школу, которая занимается около 300 детей. Открыли школу футбола, где будет заниматься около 200 детей. То есть мы старались работать разнопланово. Конечно, нам не удалось решить вопрос, связанный с занятостью населения. Отток населения, к сожалению, продолжается. Рабочие места в городе нужны, город нуждается. И здесь это то направление, которое мы не смогли решить. Но я всегда говорю, что это проблема не только мэрии. Это проблема мэрии, региональных, центральных властей, ну и бизнеса. То, что касается бизнеса, мы вернулись в подчинение бизнес-кубатор, который мы активно поддерживаем. Буквально сейчас мы работаем над проектом, где планируется открытие при бизнес-кубаторе порядка 50 рабочих мест. Для города это вроде бы небольшое количество, но 50 семей смогут работать в городе, иметь заработную плату и не выезжать, соответственно, на заработки в другие страны. В целом, вот этот комплекс, над которым мы работали, и считаю, что в каждом направлении у нас есть результаты. Ну и проблема, которая долгая. Это дорог, ремонт дорог, капитальный ремонт. Это проблема всей страны. Она очень дорогостоящая. Если 30 километров мы отремонтировали, то порядка 80 километров нужно еще ремонтировать. То есть это уже нужно не 2-3, а я думаю, что лет 10-15, для того, чтобы завершить, а потом возвращаться и уже просто поддерживать. Ага, то есть это намек на то, чтобы люди дальше продолжали вас выбирать на выборы. У меня это выборы будут, главное, чтобы был мир, чтобы было спокойствие, и чтобы у людей был выбор, выбор осознанный, не в каком-то пиаре, обещаниях, там, басословных, там, каких-то фантастических обещаниях, а просто, что люди выбирали людей, которые в этой жизни чего-то достигли. Построили карьеру, что-то сделали для своего города, для своей улицы, для общества. А просто на основании каких-то лозунгов ввели примеры, примеры, когда, условно, Топал едет в Яловену, хоть хочешь, чтобы его в Яловенах избрали примаром, за месяц до выбора появляется, то я считаю, что это не совсем правильно. То есть должны выбираться люди, которые действительно живут в этом национальном пункте, отдаются, и выбирая его, люди понимают, что будут жить, работать в этом национальном пункте, стараться реализовать проекты во благо данного национального пункта. Они просто отдаются, а делают хорошее дело. Отдаваться работе, это... Если чиновник отдается работе, то уже должен быть результат. А если он просто высиживает, просиживает это место, то тогда результата нет никакого для нас. Согласна с вами полностью. Следующий вопрос. Вы сказали о том, что было сделано за 8 лет. На следующие 4 года куда планируете направить ваши силы? Мы уже работаем. Самая задача, которую мы ставим, это развитие экономики. То, что бизнес-оккубатор, это маленький проект. Я надеюсь, что нам все-таки удастся реализовать проект, связанный с открытием 500 рабочих мест, потому что он немного забуксовал сейчас в связи с проведением тендера. Мы с агентством регионального развития Грузии работаем, потому что подрядчик, который нам достался, выиграл тендер, начал там... под разными предлогами придумать в момент, чтобы не начинать работать. Он должен был месяц назад еще начать работать. Сейчас мы пытаемся провести переоценку оферты, и, возможно, разорвать договор. Придется проводить новую закупку, потому что мы выиграли проект на 33 миллиона рублей, где планируется строиться фабрики на 5200 квадратов. Вот это самый масштабный проект для нашего города. Мы продолжаем строить дороги. Задача стоит о том, чтобы обеспечить население качественной педевой водой. Это вернуть собственность города сети водопроводной, конденсационной и запустить станцию очистки воды. Это задача. Плюс мы рассчитываем, что нам удастся открыть собственное муниципальное предприятие общественного транспорта, которое будет работать на альтернативной энергии, чтобы стоимость была, во-первых, ниже, чтобы мы охватили большие части города именно общественным транспортом. Поддержка детских садов, это остается у нас в приоритете. Социальные программы, которые мы имеем, хлеб социальный, холодный период, дальше мы хотим их увеличивать. Продолжить. Число бенефициара. У нас уже более 2000 лет получают социальный хлеб. Мы хотим, сейчас они получают 6 месяцев в году. Вот мы буквально сегодня утром на совещании обсуждали, что добавить и сентябрь, чтобы в перспективе, чтобы мы круглый год, 12 месяцев, мы людям выделять социальный хлеб, потому что это маленькая, но поддержка пенсионеров, немалоимущим. То есть, опять же, как видите, это разноплановая работа, которая охватывает все направления. И здесь премария не может какое-то направление выпускать, потому что если это направление выпускается, потом очень тяжело его подтянуть до нормальных, скажем, нужных приоритетов. Потому что мы живем в 21 веке, это нормально, когда есть хорошие дороги. Есть хорошие тротуары, отремонтированные детские сада, дом культуры, спортивная школа, музей. Но если нет работы, нет рабочих мест, то это все просто никому не нужно. Мы видим, что население, количество уменьшается. Сейчас перепись, которая идет, я вот обращался, и хочу еще раз обратиться к жителям города, и в Грузии, мы должны выходить, должны говорить про себя, своих родных, знакомых, писать, потому что окажется, что после переписи у нас осталось не 150 тысяч, а 50 тысяч, что в Чадроге не 20 тысяч населения, 5 тысяч, а это инвестиции, это будущее наших, населенных пунктов, в нашей Грузии. То есть все фейки, которые появляются относительно переписи, это все-таки фейки, да? Это фейки, я считаю, что писать национальность, писать место жительства, записывать всех своих родных, близких, даже если они временно выехали, мы обязаны, не боясь, что там, сколько у нас курей во дворе, это никого не волнует. Если мы напишем 5, а у нас 6 или 10, это никто не посмотрит. У нас дом Котельцовый, там, Саманны, три этажа, это тоже не принципиально, ведь если посмотреть, я специально взял анкету Советского Союза переписи и анкету Российской Федерации 21-го года переписи. Данные идентичны. 99 и 100% все одинаково. Поэтому нет там никаких пугающих вопросов, там, сколько курей, вот у меня там 50 курей, потом мне будут налоги начислять. Абсолютно нет. Самое главное, это человеческие единицы, житель и национальность. Очень важно указывать свою национальность, это наша идентичность, это наше население, наше город, потому что сегодня инвестиции, которые идут с Гагаузи и с республики, есть, которые идут из расчета на жителей. Села, города или Гагаузи. Поэтому нам важно сохранить, сохранить и показать, что есть население и Гагаузи сильна тем, что у нас будет большое количество населения. Понятно. Анатолий Афанасьевич, не могу не задать вам вопрос. В последний раз, когда приезжала к нам в Камрад госпожа президент Молдовы, вы были нас среди тех примаров, которые встречались с ней. После этого у нас в социальных сетях, в прессе появилась информация о том, что с вашей стороны это было неправильно. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, о чем шла речь и почему все-таки стоило пойти на эту встречу? Ну, во-первых, информация немножко неправильно преподносится. Во-первых, было заявлено сначала, что это будет встреча со всеми мэрами. Потом был дан отбой и будет встреча анонсирована только с мэрами городов. То есть не так, что приглашали всех мэров, пришли только на встречу три мэра. Заведомо приглашали всех, потом была отмена и пригласили только трех городов, мэров городов, конечно, Камрад Чадрунга и был Георгий Ошлеевич как зампредседателя народного собрания на данной встрече. Я поднимал вопрос, связанный с... Вот я сейчас проехал с Камрад Чадрунга, проехал через Феропонтику. Дорога в ужасном состоянии. Ремонт дороги по улице в селе Феропонтика и всей дороги Камрад Чадрунга это проблема властей Молдовы, не Грузии. То есть это не проблема Примарии, это не проблема и с полком народного собрания, поэтому я задал, поднял очередной раз вопрос по поводу ремонта данной дороги. То есть проблема охватывает именно интересы республиканских властей. Следующий вопрос. С 1 января подняли заработную плату в бюджетной сфере 4 до 5 тысяч. Под это бюджет Молдовы денег не заложил. Примарные должны думать, где же брать деньги, чтобы платить ту зарплату, которую мы обязаны в соответствии с восстановлением парламента. Мы вынуждены что? Поднимать мест налоги сбора. Получаем негатив. Производительство центрального власти вроде бы хорошее, а мы для того, чтобы платить хорошее, должны поднять налоги. Мы плохие оказываемся. Поэтому это проблема, которая опять же должна решаться на уровне центральных властей. Плюс эта проблема, я говорю, это проблема бродячих собак. Она в городах стоит, во всех трех городах очень стоит остро. В парламенте лежит закон, который надо принимать давно, но парламент почему-то его оттягивает, а все проблемы ложатся на примаров. А как нам обезопасить детей, женщин от количества бродячих? Да, мы строим центр временного содержания, но это все такая примитивная мера, которая не решит проблему, что вокруг все подкидывают, количество где-то щенков больше становится, поэтому это тоже проблема центральных властей. Ну и самое важное, плохо или хорошо, что примар поехал. Вот буквально после встречи у меня была встреча с жителями, где один из жителей говорит, вот вы не должны были ехать, это чуть ли предательство. Тут же второй человек, второй житель встает и говорит, а надо было ехать, надо решать вопрос дороги Камра-Чедер-Лунга. То есть, как в этой ситуации поступить примар? То, что сегодня есть проблемы между центром и регионом, в этом ведь не виноваты примары. Примары заложники этой ситуации. Сегодня я считаю, что должны найти общие точки соприкоснования, что башкан, что президент, что исполком, что правительство, что народное собрание, что парламент. Как в этой ситуации примарам помочь им? Я не знаю. То есть, у примаров есть хозяйственные дела, которыми мы занимаемся. Сегодня ведь жители хотят дороги, дороги, дороги. А деньги где? Деньги все в Кишиневе. Или в проектах. Да. В ГГУЗе денег нет, в городах, селах денег нет. Что делать в этой ситуации примар? Тут он вроде бы предатель, а тут он должен это, это, это. То есть, я даже одному чиновнику, который работает в Кишиневской структуре, который находится в ГГУЗе, говорю, вы же ездите в Кишинев на совещание. Там же ПАС, там же САНО. Что же вы не пишете заявление и не увольняетесь? Увольняйтесь с работы. Там же ПАС руководит сейчас. Говорит, как? Это же моя обязанность, это же средство для существования. Стоп. А теперь ставим примар, который вы избрали. У меня тоже есть обязанности. Я тоже получаю зарплату за счет ваших налогов. То есть, чем я отречаюсь от вас? Вы, значит, ездите, а я не должен ездить для того, чтобы ввивать какие-то деньги, решать проблемы, которые волнуют наших горожан или тот же примар с любого национального пункта. Были все примар от трех городов. Примар, ну, конечно, он от партии социалистов избрался. Мы избрались независимые. То есть, мы не затряглили к нам вопросы политические. Да, Георгий Георгиевич, как по долгу своей обязанности, поднимал вопрос, связанный с полномочиями Гагаузии. Это правильно было всего. Мы говорили, в том числе, по то, что идет сейчас сокращение судебных инстанций. Потому что это коснется и Чадермунги. С 21-го года суд Чадермунги тоже перестанет существовать. Мы и об этом говорили. То есть, чем больше мы говорим, тем больше шанс есть, что нас услышат. Понятно. В Тишиневе. Поэтому надо встречаться и говорить. Надо встречаться. На всех уровнях. Умалчивать не стоит. 29-го января вы опубликовали в своих социальных сетях пост о том, что переводят районную газету «Знамя» в Камрад. Какова судьба на сегодняшний день этой газеты? Судьба в подвешенном состоянии. Я тогда говорил, что эта газета будет политизирована. Она уже стала политизирована буквально. Если я в пятницу мечтал обращение какого-то там товарища в адрес примара примара в Чадануге и Камрата, что мы пятая колонна, что мы разрушаем Гагаузию, что мы решаем только свои личные вопросы, а вот он там, не хочу даже фамилию называть, что ему рекламят, он такой патриот, и я бы хотел ему задать вопрос, а он что в этой жизни сделал для города, для своей семьи, для общества. То, что он за какие-то деньги опубликовал данную статью в газете «Знамя». Газета «Знамя» это народная газета была, которая опубликовала разные мнения. Да, и критические, но просто какие-то политические характеристики, декларации, когда публикуются, честно говоря, у меня нет желания отвечать, брать право реплики данному товарищу, пускай это будет на его совести. Сегодня оценку в работе примара должны давать не представители каких-то партий или центральных органов власти, а жители села, города, которые избирали. Поэтому я ориентируюсь на оценку, которую мне дали жители на выборах, где я выиграл выборы с первого тура поддержали чуть более 73%. Это для меня оценка работы моей и команды, которой мы шли на выборы. Поэтому мы будем дальше работать и слушать только то, что нам говорят наши жители. Они те люди, которые вчера были за одних, потом были за других, сейчас уже за четвертых, завтра нужно будет, они за пятых будут писать там эти заказные статьи. Но очень прискорбно, что газета «Знамя», как я и говорил, становится такой газетой, которая будет просто публиковать такое мнение одинаковое, где будет просто словно пиарить какую-то партию. Хотелось бы, чтобы это была действительно газета народная. Поэтому противовозь ей, мы уже сейчас, второй номер информационной бюллетни при Марии вышел, на следующей неделе жители его получат, 6 тысяч из них, каждое данное владение. Там абсолютно ни слова нет про политику, нет ни слова про каких-то оппонентов, какая-то критика. Там чисто те проекты, которые реализуются в городе, те решения, которые принимает Примария или Муниципальный Совет. То, что мы говорили, мы эту линию держим и абсолютно это бюллетни не войдет в никакую политическую площадь, где будут агитировать за того или иного кандидата или за какую-то партию. В конце марта завершилась сдача проектов по программе «Европейское село». В этом году чему посвящена эта программа? Какому проекту? Первое желание было нам это взять и написать что-то в области водоснабжения и водоотведения. Потому что сумма до 10 миллионов можно было привлечь. Если бы мы являлись бы собственниками водопроводных кондиционных сетей, вы знаете, наверное, что можно бы разговаривать, что мы в судах, то мы бы написали бы проекты по запуску станции очистки воды. 10 миллионов лет, я уверен, что нам хватило для того, чтобы запустить станцию и подать каждому владению питьевой воду. Но, к сожалению, условия проекта такие, что мы должны быть собственниками. В этой ситуации мы никак не можем влиять, поэтому мы взяли административное здание мэрии. У нас мы выиграли проект чуть ранее на 40 киловатт установка панелей, солнечной панели. Солнечной панели. И мы заменим крышу, утеплим крышу, установим солнечные панели в рамках проекта, утеплим само здание мэрии, сделаем ремонт в помещениях и построим новую котельную. Это позволит нам экономить очень большие средства, которые мы сможем направлять уже на поддержку жителей. Считаю, что все-таки лицо мэрии, должно быть лицо мэрии, как бы мы ни хотели, тем более средства приходят не с бюджета, по-другому. Это здание, которое построено 50 лет назад, мы бы не смогли привести порядок. Я очень надеюсь, что не только Чедрунга, но большинство мэрий Гагаузии будут отобраны в рамках этого проекта, который называется Европейское село 2. Анатолий Афанасьевич, как-то получилось так, что я была с вами на съемках. Был какой-то проект, я так полагаю, и экс-башкан Ирина Влах, какой-то проект, я так полагаю, по поводу речки вашей. Она была засорена, вы объезжали территорию реки. Сегодня какова ситуация с этой рекой? Есть вообще-то какие-то движения и очистка реки была произведена? Две реки, которые пересекают речки, пересекают центр города. Это речка Стратан и речка Лунга. Есть канал Желябова, который вдоль нашего стадиона центрального городского. Были проведены своими работами и на одной речке, и на второй, и на второй канал Желябова. Но речка, там, где просто убирали землю, расширяли, то она через пару лет буквально все идет за спание обратно, прорастает камыш, и эффект минимальный. Там, где дно и берега бетонировали, там мы уже можем в последствии самостоятельно проводить работу. Вот в этом году мы планируем эту работу там, где канал Желябова и речка. То, что вы говорите, это был канал Желябова. Там сегодня угроз затопления нет, надо провести работу, потому что частично дно уже бетона покрылось, прорастает камыш и вот это ил, все это намывается. Там можно загнать технику и провести работу. Там, где не бетонировалось, просто расширялось, там эту работу надо проводить опять и в перспективе, конечно, более эффективно все-таки очистка, когда проходит, сразу бетонировать дно и берега. Сегодня такой большой угроз с этих двух каналов мы не видим, мы ситуацию мониторизируем, но есть проблема с заездом в город со стороны Баучей и Тамая, то, что было в прошлом году, когда сильно вода пришла с полей и затопила часть района шестой школы и центра. Здесь это более сложный проект, который зависит от большого проекта Камра-Чадрунга. Есть, кстати, проект на смене документации, почему я президенту говорил, ремонт капитальной дороги Камра-Чадрунга с выгодом на таможи стоит 970 миллионов. Я президенту предложил вариант, что можно взять пикет Ферропольте, допустим, 4 километра и пикет Чадрунга это 6 километров. Потому что центральная улица Леяна это республиканская дорога, мы на ней практически ничего не можем делать. Если два отрезка взять, это порядка 100 миллионов. Где миллиарды, где 100 миллионов можно изыскать, направить на решение проблемы именно территории Ферропольте, где самая тяжелая ситуация по дороге и центральную часть, которая проходит через город, где можно было решить проблему отвода воды, чтобы она не заплывал после дождей. Там мы планируем в этом году часть воды отвезти по нижней части улицы Мичурина, установить водоотно-лотки и частично она будет обезопасен городом в том числе с этих направлений. Все мы знаем, что когда проходят местные выборы, помимо главы населенного пункта люди избирают и советников в совет. Скажите, пожалуйста, ваш третий мандат, были избраны советники в муниципе. Получается ли работать в унисон и на благо города? Третий мандат, считаю, что мне примару, наверное, в отличие от некоторых примарей, повезло, третий уже мандат с советниками. Ну, повезло, почему? Я считаю, что все-таки примар, этот человек, он должен на какие-то компромиссы. Не совет с примаром, а примар с советом, потому что примар один, а у нас 23 советника, это отдельно характер, отдельно какие-то качественные данные. Здесь примару надо быть гибче, надо быть мягче, не жестче, потому что если идет конфликт между примарами и советом, то дела не в селении в городе не идут. Мы видим это примар очень много, к сожалению. Здесь я для себя понял, что надо быть первым делать шаг назад, для того, чтобы потом вместе с советом сделать два шага вперед, для того, чтобы решать проблемы. Поэтому, наверное, это как лекарство для того, чтобы и примарам, я своим коллегам советую, что не нужно конфликтовать с советом, потому что совет это коллегиальный орган, а примар один. Несмотря на то, что у него есть аппарат, но он приходит на совет, он один, это его мнение, и соответственно, нужно стараться находить общий язык, и тогда можно двигаться вместе вперед. Согласна. Так, сбор за санитарную очистку на одного жителя с 1 января по ходатайству примарии, решение муниципального совета увеличено с 10 до 15 лет в месяц. За что меня бьют, за что за это бьют совет, информацию преподносится очень неправильно, потому что, как я уже говорил, с 1 января зарплату дворникам, хозработникам, которые подняли с 4 до 5 тысяч минимально, в этой ситуации у нас целая дилемма, где брать деньги. Зарплату подняли, мы обязаны ее платить, а денег нет. В этой ситуации мы просчитали то количество суммы, которые нам нужны для того, чтобы уплачивать зарплату нашим дворникам, рабочим, и ровно на эту сумму мы подняли налог, связанный с санитарной очисткой, потому что дворники работают по уборке города. Соответственно, ту сумму, которую мы получим, вот эту равенную еще плюс 5, она позволит людям платить зарплату, плюс мы набрали за счет этого персонала, потому что они получали по 3 с 2 тысячи лет. Сейчас 4 с половиной плюс мы выделяем еще тысячу лей только дворникам. По 1000 лей на продукты питания в месяц. И мы немножко уже персонально набрали, у нас есть кому работать, у нас есть техника. Но самое важное, что, как и говорят, что услуга сегодня в городе оказывается по 100% охват города и есть. График соблюдается, даже сегодня дождь пошел, местами некоторые улицы успели убрать, но когда уже идет большой дождь, мы тоже рабочих уже оставляем на базе, потому что они тоже не зомби. Все они люди. Конечно, некоторые, а вот пускай работают, пускай работают, но не под дождем. Поэтому считаю, что это была вынужденная мера, но то, что эффект есть и город убирается, да, есть проблемы с отношением наших жителей. Культура наша, к сожалению, хочет быть выше, и то я везде говорю, что там чисто не там, где сарят, вернее, где убирают, а где не сарят. Такие места общественные, как парки, другие зоны, когда утром приходишь, видишь, что происходит после ночи, то понимаешь, что здесь сидели жители нашего города, или это были какие-то пришельцы с космоса, которые пришли на вызовы, а потом наши дворники это все убирают. Поэтому это была вынуждена мера, и мы постараемся показать, что качество уборки стало выше, эффективнее, в том числе мы пытаемся использовать автоматизированные способы уборки города. Скажу на примере Камрата, когда я выхожу на улицу 8-9 часов, а наши дворники подметают улицу, и стоит столб пыли, не очень приятно. В вашем случае также в это время они убирают? У нас тоже такие факты имеют место. Мы стараемся от этого уходить. Мы сейчас в рамках одного проекта пробурили собственную скважину, колодец грунтовый, где мы будем иметь свою воду, которую мы будем использовать для того, чтобы в утреннее время, когда идете на работу, поливать водой наши центральные улицы, которые будут позволять меньше пыли. Машина проезжает, вся улица в пыли. То есть мы в прошлой году эффект был, особенно сейчас вступление весны, когда люди больше уже в центральной улице поливать. Во-первых, это дает эффект того, что пыли меньше, люди не дышат пылью, и совсем другое настроение, все зеленое, и стараемся эти работы потом проводить уже до 8, и когда уже, скажем так, асфальт или брусчатка она намочена, уже нет такой пыли. Но уйти чисто от ручного труда мы пока физически не можем, потому что вот мы сейчас работаем над проектом, чтобы приобрести машину, которая будет убирать, она стоит полтора миллиона. За счет чего планируете строить? За счет проекта, который мы пишем сейчас в области транспраничного сотрудничества. В данный момент у нас сегодня реализуется 14 проектов. Буквально я уже делал обращение, еще раз хочу поблагодарить депутатам народного собрания, что они нас поддержали, выделили по всем проектам долю контрибуции, то есть это порядок где 10%, где 30%, где 40%, где 50%. Нам мы получили, должны получить 4,5 миллиона леев, но за счет этих 4,5 миллиона леев мы привлекли почти 20 миллионов. Это очень хороший подспорник к тому, что примары писали проекты, нас в этом чуть не обвиняют, что мы там все выигрываем, но хочу увидеть, что мы не выигрываем все. Даже до 50% проектов, которые мы выиграем, а еще 50% мы не выигрываем. Хочется выигрывать все, но невозможно все выиграть, поэтому мы активно пишем проекты, это единственная возможность в период, когда в бюджете Гагаузии денег нет, в бюджете страны их тоже нет, в селах, городах они минимальны, привлекать вне бюджет средства и реализовывать. Это в основном, не в основном, это все практически европейские фонды, которые мы активно пишем, не пишем последние 3 года, мы пишем уже последние 8 лет. Буквально через год, как я в 15 году получил мандат, мы взяли первого специалиста по проектам на работу, мы привлекли сразу действие на налей проект. Это дорога Сергея Вазо, который ведет к нашим бизнес-кубаторам. Тогда не было власти ни ПАС, ни ШОР, ни социалистов, тогда вообще у власти были, не я не ошибаюсь, альянсы. То есть, когда нас обвиняют в том, что мы там сотрудничаем с ПАС, мы сотрудничаем со всеми партиями, которые были власти. Если они у власти в центре, и финансы в центре, что в этой ситуации прямо орудия. Мы работали, когда была коалиция социалистов, 2 миллиона лей, когда коалиция ШОР с социалистами, 2 миллиона лей получили на ремонт дорог. То есть, я в этом не вижу ничего такого. Я понимаю, что нам очень не нравится ту политику, которую сегодня ведет партия ПАС, президент Майя Санду. Вот осенью будут выборы. У людей будут выборы избрать другого человека. То есть, это демократический путь, когда на выборах избирается тот кандидат. Самое главное, чтобы кандидат нас устроил. Потому что так получается, что вроде выбираем, выбираем, потом все хуже и хуже, приходят в власть и все больше мы этой властью недовольны. Вот это самое плачевное, что у нас происходит. А примару выбирать нечего. Если сегодня избрали, условно говоря, Сидорова президентом, то примар должен с этим президентом работать, не продавая себя, не продавая интересы своей семьи, своего города и населенного пункта. И вот эта линия, что мы не влезаем в политику, я считаю, что она дает плоды. Дает плоды именно городу. В плане реализации проекта, потому что если примар ангажирован какой-то партией очень глубоко, то это сказывается не только на нем, но на нем оно не сказывается, на его, я вас уверяю, что я вижу по некоторым товарищам, что на них, на их благосостояние это не сказывается. Сказывается очень даже положительно. Но то, что касается населенного пункта или того учреждения, которым руководит, от этого плюсы никакие не получает. Поэтому надо все-таки плюсы выигрывать для населенного пункта или учреждения, которым ты руководишь. Надо, потому что вас избирал народ. Вот именно. И сегодня главный контролер, главное, перед кем должны отчисляться наши жители. Согласна. В премарии города реализуются проекты при поддержке ассоциации жильцов многоэтажных домов. Расскажите, пожалуйста, об этом. Этот проект он новый. Очень много есть вопросов. Даже нас обвиняют в том, что мы не знаем тонкости этого проекта. А тонкости никто не знает. Потому что это пилотный проект, который реализует Национальный центр альтернативной энергии. Такой центр создан при Министерстве энергетики. И в прошлом году они объявили прием заявок от жителей многоэтажных домов, где есть ассоциации. Сегодня ассоциации есть у него нескольких населенных пунктов Молдовы. Они есть у нас и в городе. Эту практику мы поошли. 25 ассоциаций с жильцом надежды у нас есть, которые ежегодно получают с бюджета города поддержку. И вот три ассоциации были отобраны. Что такое это? Что это за проект? Меняется кровля, шатровая крыша утеплением, утепляются наружные стены, утепляется подвальная часть, потолок подвала и общая территория это основа подъездные части, двери меняются в окна и 80% выделяет государство через этот центр, 20% это доля ассоциаций жильцов и мэрии. Очень хороший проект, я считаю, что у нас из трех домов два дома вроде бы уже протокол подготовили, мы будем их поддерживать, потому что это, во-первых, позволит экономить до 40% газа, а самое главное это поменяет внешний вид фасад самого дома, сейчас он похож, допустим, на разбитый, не знаю, Сталинград, извините за сравнение, и поэтому здесь мы стараемся ассоциации поддерживать, и вот сейчас буквально идет уже прием на второй этап, но с учетом, когда это пилотный проект, очень много вопросов есть, а вот это как будет, а вот это как будет, поэтому мы тоже не можем ответить на многие вопросы, но надеемся, что пилотный проект, он все-таки первый, всегда имеет больше спину, чем второй, соответственно, мы пытаемся убедить жильцов, чтобы они участвовали в этом проекте, и будем участвовать и мы, в том числе, помогая своей контрибуцией из бюджета города. Анатолий Афанасьевич, вы сказали, что у вас с 1 января увеличилось количество дворников, да, также вы разместили, на прошлом неделе, я видела, что у вас планируется санитарный день, будете убирать город, жители города с охотой идут на это дело? Мы перенесли в связи с погодными условиями, я думаю, вижу, что погода непонятна, что будет 26 числа, возможно, что мы перенесем на 3 мая, накануне Пасхи это мероприятие, потому что мы хотим привлечь школьников активно, чтобы участвовали в этом мероприятии, плюс призывать жителей обратиться с тем, что жители активно, ну, жители, многие вижу, уже передома не убирают, бель очистят, это даже не нужно обращение, есть люди, поколения, особенно старые, все это делают традиционно, к Пасхе каждый готовится, но мы стараемся больше охватить дворы на этажах домов, там немножко больше есть с этим проблемой, мы даже стимулируем, объявили конкурс на самый благоустроенный двор на этажах дома, у нас каждый год количество домов увеличивается, сейчас вот проект, который идет, ревитализация, восстановление внутренних домовых территорий благоустройством брусчатки по району Мясокомбината, тут нижнюю часть, где уже благоустроены дворы, да и порядок легче поддержки, а сейчас мы в верхней части работаем тоже по внутренним дворам и территориям, и надеемся, что жители тоже активно будут убирать, выходить на субботники, как я сказал, мы планируем, что это будет в эту пятницу, но возможно, что мы переведем на данное мероприятие на 3 мая, потому что у нас 26 числа еще должен в рамках ГГУСКО Писанинс состояться концерт в Доме культуры, и мы думаем, что мы скорее всего переведем его на 3 мая, мы создали на конец службы озеленения нашего города, ее до сих пор у нас не было, и, наверное, руки, наверное, доходили до этого, сейчас у нас два больших проекта в рамках Глобального Экологического Фонда и Национального Фонда, где мы привлекаем более 4 миллиона леев, где создаем службы озеленения, строим питомник, где будем сами расти и саженцы деревьев, кустарники, цветы, это будут томские теплицы, это будет скважина, которая позволяет делать капельное орошение, параллельно в парке молодежи уже мы строим пешкодные велосипедные дорожки, зону отдыха, то есть вот такой проект, два пришли больших, и мы видим, что нам нужна служба озеленения, где мы уже будем заниматься, посадкой не только деревьев, но и цветов, кустарников нашей центральной улицы, парки, наши общественные места, где будем, в том числе, выделять население, саживаться, цветы, главное, чтобы они сажали, и не просто сажали, но потом еще и поливали, чтобы был больше процента приживаемости будет большая. Ну что же, в завершении программы ваша камера, обратитесь к жителям вашего муниципя. Уважаемые жители муниципя, сложный период, мы сейчас живем, наверное, последние 30 лет в Молдове никогда не было легко, но сейчас, с учетом военных действий, которые идут на Украину, нам действительно очень тяжело, вот это слово война, боевые действия всех пугают, у нас с вами есть родственники, знакомые, как на Украине, так и в Российской Федерации, я хочу вас призвать к спокойствию, как я сказал, хочу, чтобы чиновники всех уровней, местные, региональные, центральные, думали о тех вещах, которые они говорят, о тех поступках, которые они совершают, потому что самая главная задача сохранить мир, здоровье, благополучие, и, конечно, надежду у наших жителей города, Грузии, и в целом Республика Молдова на то, что у нас будет завтра, чей день, он будет в мире, спокойствие, в дружбе между разными национальностями, мы будем жить в единой стране, которая называется Республика Молдова, и мы будем иметь основное территориальное образование Грузии. Анатолий Афанасьевич, что же, я вам могу только пожелать удачи в вашей работе, несмотря на все препоны, которые вам пытаются ставить недоброжелатели, скажем так, продолжайте работать на благо вашего населенного кухонства. Мы им все прощаем. Спасибо. Потому что пост сейчас, да? Не только пост. Мы считаем, что если отвлекаться на них, это занимает очень большое количество период времени, нервов, а лучше заниматься проектом, потому что, как сказал, оценку дают примару Никита о деле личности, которые себя умнят патриотами, а в целом жители. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу Love Zone, она на областном портале Love.md. Сегодня нашим гостем был примар муниципе Чудрунга Анатолий Топал. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok